Дедушка умер и подарил мне 10 вилл в Италии. И вот в этом идее отношения мы ценим то, во что мы вкладываемся. Как говорила моя бабушка, за спрос не бьют нос. Ну, мне важно, чтобы красивая, большая грудь, как будто бы как стрелять себе в колено. Не мешайте мужчине вкладывать в вас много. Если вы сами себя обеспечиваете, должен ли ухажер давать деньги? Первое. Как вы договоритесь? Возможно, вы скажете, мне это не нужно. Я дочь миллиардера. И мне нафиг не нужны вообще подавно никакие финансы ни от каких мужчин. Или у меня дедушка умер и подарил мне 10 вилл в Италии. И я их сдаю и себя комфортно чувствую. Вопрос. Как вы считаете? Я свою позицию транслирую, начиная с 2014 года. Позицию касательно традиционных отношений. Традиционные отношения. Это там, где мужчина это мужчина, а женщина это женщина. Европейские ценности. 50 на 50 вот эти истории. Да, полумужчина, полуженщина. Извините, я этого никогда не транслировал и транслировать не буду. И я считаю, что это нездоровая концепция. При этом вы можете сказать, Ярославчик, а мне нравится такая концепция. Я не буду против. Я против не буду. Дальше. Отвечая на вопрос. Если жена мужу готовит вкусную еду, значит ли это, что муж сам не умеет себе готовить или не может сам себе пойти в кафешку купить? Может. Но приятно же, когда это делает его жена. Ему приятно. То есть это какое-то утепление отношений. Это форма заботы. Если мужчина занимается интимной близостью с женщиной, значит ли это, что он сам себя не может удовлетворить? Может. У него есть руки. Но как будто бы с женщиной вроде как приятнее это делать в горизонтальном танце с женщиной. Правильно? Так же самое и девушка. Когда я призываю к тому, что мужчина должен обеспечить семью, это никогда вы не умеете. Вы говорите, слушай, я не умею, давай ты будешь. Я не умею зарабатывать деньги. Я такая вся инфантильная. Давай ты меня будешь обеспечить. Я умею работать, зарабатывать. Я умею по-разному. Но мне важно или приятно, когда это делает мужчина. То же самое в бизнесе делегирование. Что такое делегирование? Когда руководитель делегирует обязанность, делегирует функцию, делегирует задачу. Это не значит, что, например, руководитель отдела продаж. Значит это, что он не умеет продавать и поэтому говорит, эй, ты мой подчиненный менеджер по продажам, иди ты продавай. Он умеет. Но задача у него другая. То есть у него задача управлять группой, а не делать это самостоятельно. Хотя он тоже умеет. Поэтому сотрите себе из головы идею про то, что другой человек должен делать только то, чего вы не умеете. Вы можете уметь разное, но что-то из этого вам доставляет максимальное удовольствие. Или там минимальный стресс. И вот в этом идея отношений. Это когда мужчина женщине делегирует то, что ему не по кайфу. И на себя берет ключевые задачи. Или когда женщина говорит, эй, мужчина, не надо мыть посуду, иди отдохни, лучше пойди заработай в два раза больше денег. Не надо вытирать пыль, не надо собирать твои носки. Не переживай, уборщик соберет. Или я соберу эти носки, мне не сложно, кину их в стиралку. Ты, пожалуйста, думай про то, как зарабатывать, увеличить доход на 10%, на 50% в следующем месяце. Да, то есть я снимаю с человека то, что его может отличить от его ключевых функций. Вот, так вот, одна из ключевых функций мужчины, это обеспечивать семью. От этого мужчина становится более мужественным, более надежным. И он, мужчина, который это делает по отношению к своей женщине, он ее ценит больше. Потому что он вкладывается. Вы же слышали в интернете теорию, что мы ценим то, во что мы вкладываемся. Почему женщина не может забыть какого-нибудь абьюзера, хотя он плохой и поднимал на нее руку? Да потому что она много в него вложила. Потому что она, даже если она ничего для нее делала, она мысли, мысли вкладывала. А мысли это энергия. И поэтому мы часто не можем выйти из токсичных отношений, потому что мы в партнера много вложили. Так вот, не мешайте мужчине вкладывать в вас много. Финансы это тоже вложение. Хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Первая тема это «Как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать». Вторая тема это «Как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор». И третья тема это «Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11». Это уникальный курс авторский. То, что вы там услышите, поймете, узнаете, осознаете, вы не получите ни в одной книжке и ни в одном платном курсе других учителей. Это увлекательный, интересный курс без воды. Да, я затрагиваю все эти темы для того, чтобы поменять ваше мышление, чтобы вы начали мыслить по-другому. И ваше мышление новое приводило к выгодным для вас результатам и к устойчивому благополучию. Поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке, регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе. И я гарантирую, что вы будете довольны тем, что вложили в это свое внимание и время. Нормально ли, что мужчина просит деньги в долг? Как говорила моя бабушка, за спрос не бьют нос. Просить можно что угодно, пусть просит. Вопрос в том, как он реагирует на ваш отказ. Может, он еще не обученный мальчик. Может, он с другой реальности вырос, где мама одалживала деньги мужчинам, и он это все видел. Он считает, что это нормально. Поэтому вопрос в том, как вы ответите. Если вы скажете, нет, я мужчинам, извини, но я никогда в жизни мужчинам деньги в долг не даю. Или не готова давать мужчинам деньги в долг. Это исключено, это в принципе невозможно. Если на это мужчина обижается, злится, вас оскорбляет, пытается как-то обесценить, то с ним все понятно. А если на это мужчина говорит, да, все, понял, принял, понятно, спасибо, что сообщила, тогда буду решать самостоятельно. Ну, тогда я бы такого мужчину не списывал со счетов. Что означает, если мужчине нравится вызывать ревность? Это касается не только мужчин, но и девушек. Нужно понять, что за этим стоит. Либо он неадекватен, и ему просто так по кайфу в принципе. Либо, возможно, вы как девушка, ну, не знаю, холодная, вы ему не говорите, что он красивый. Вы не показываете, насколько он ценен для вас. Вы там, может быть, недостаточно его благодарите, и поэтому он идет на сторону, чтобы это там дополучать. Либо вы считаете, что вы достаточно или предостаточно ему даете то, в чем он нуждается. Например, похвала, благодарность, признание его красоты. А он все равно идет на сторону. Поэтому хороший прием всегда это уметь. Техника, которую я учу на путь женщины, называется открытый разговор. Это нужно уметь. Это требует высокого уровня компетенции, чтобы вести такие переговоры. Но суть проста. Это когда мы говорим как есть. Слушай, вот есть такая ситуация. Ты можешь мне, пожалуйста, объяснить? С твоей точки зрения, почему так происходит? Почему тебе это важно? Или как ты видишь эту ситуацию? То есть, когда вы делитесь тем, как каждый из вас видит одну и ту же ситуацию с разных углов, да? Где вы можете поделиться, чем хочется, не хочется, и прийти к какому-то компромиссу. Какие вопросы нужно задать мужчине на первом свидании? Какие женщины тебе нравятся? Он скажет, внешне или внутренне? Ну, что для тебя важно? И, например, мужчина говорит, ну, мне важно, чтобы красивая, большая грудь, улыбалась и так далее. Тогда понятно, что он вообще для него внутренние качества женщины не важны. То есть, уже понятно, что человек поверхностный мужчина, да? Если он говорит, ну, чтобы была добрая, милая, хорошая, там, бла-бла-бла-бла-бла, штампы какие-то, общие слова, это тоже недостаточно, недостаточный, непонятный ответ. Но, в любом случае, то, как мужчина будет отвечать на этот вопрос, то, что он будет говорить, уже помогает сформировать не то, что, а какие женщины ему нравятся, а на основании этого понять, а как мыслит этот мужчина, да? А что он из себя представляет, этот человек, если для него вот это в женщине важно? Обычно мужчины говорят, люди говорят в этом контексте на основании того, что их не устраивает. Ну, например, если прошлая девушка была, по его мнению, корыстная, то он будет говорить, я хочу, чтобы она была самостоятельной, чтобы у нее были хобби, чтобы у нее была своя работа. Мне нравится самодостаточный. Супер, это уже, понимаете, он говорит самодостаточное, можно еще, конечно, дораспаковать, что он имеет в виду. Но, по сути, уже понятно, да, на что он ориентируется. И вы можете прикинуть, сопоставить, а вы такая или не такая, да? А такой мужчина с таким мышлением вам подходит или нет? Поэтому вопрос, какие тебе нравятся женщины, это очень классный вопрос. То есть, а такой же классный вопрос женщине, у женщины спрашивают на свидании, а какие мужчины тебе нравятся? И женщина, например, говорит, ну, чтобы ухаживал, ну, чтобы подарки дарил, да? Или, ну, чтобы не скучно было. Уже, лично мне уже многое понятно о личности, которая выдаст какой-то ответ на этот вопрос. Мужчина игнорирует сообщение, пишет тогда, когда хочет встретиться. Ну, значит, вы ему нужна, вы ему нужна только в определенных ситуациях. Вы для него женщина, которая для него нужна, важна, нужна и которая закрывает определенную потребность. Например, когда мужчина после работы почувствовал себя одиноко два или три раза в неделю, в это время он к вам обращается. Поэтому нужно посмотреть на ситуацию трезво и не строить иллюзии. Если вас это тоже устраивает, такой формат взаимоотношений, такой формат взаимообмена, тогда продолжайте. Если вы надеетесь на что-то большее и думаете, что вы сейчас добьетесь это от мужчины, в данном случае кажется, что это как будто бы как стрелять себе в колено.